Анна Берсенева «Полёт над разлукой». Часть первая, глава первая. Али казалось, что Москва-река на реку совсем не похожа. Река течёт через лес. Тихие деревья склоняются над нею с отвесных берегов или через лук, теряясь в высокой траве. А здесь — часть городского пейзажа, притом довольно грязная и непривлекательная часть. Она подумала об этом, идя вдоль парапета Бережковской набережной и тут же усмехнулась над собой. «Где ты, луга-реки, эти видела? В детстве разве что, на даче. Во сне и то уже не снятся». Она вообще редко видела сны в последнее время, но не слишком об этом жалела. Впервые в жизни Аля чувствовала в себе тот холодный прагматизм, который раньше вызывал у неё растерянность, если приходилось встречать его в других. Когда спишь, надо спать, отдыхать, а не бередить и без того взбудраженное сознание и знание. И так нелегко выдерживать ежедневное, хотя и любимое лицедейство. Поэтому она даже радовалась, что устает теперь так, чтобы спать без снов, проваливаясь в блаженную пустоту. И жалела об одном, что спать удаётся мало. Четвёртому курсу ненужных лекций в ГИТИСе не осталось, а пропускать спецпредметы, или тем более репетиции, было совершенно невозможно, даже если после ночной работы было не до учёбы. Таким образом, усталость была и минусом, и плюсом её нынешней жизни. А вообще-то, Аля ещё не знала, как относиться к себе в новом качестве. Не определилась ещё. Хотя, к собственному удивлению, сразу привыкла к своей новой роли. А чему удивляться? За ГИТИСовские годы она именно и научилась привыкать к новым ролям и к тому, что их надо играть вне зависимости от настроения. Идти по асфальту, покрытому снежной кашей, было нелегко. И Аля успела пожалеть, что пошла от метро пешком, вместо того, чтобы проехать пару остановок на троллейбусе. Наверное, размышляя о реке, решила, что будет дышать свежим воздухом по дороге. Но влажный ноябрьский воздух над тусклой, незамёрзшей Москвой рекой пахнул только бензиновой гарью, и приходилось сомневаться, бывает ли он когда-нибудь свежим. К тому же темнело рано, набережная была пустынная, и вообще-то небезопасно было идти по ней одинокой девушке, особенно, когда издалека заметно, что фигурка у девушки ничего, и лет ей немного. Впрочем, иногда Аля забывала, сколько ей лет. Когда ей впервые случилось припоминать свой возраст, чтобы ответить на чей-то вопрос, она даже испугалась слегка. «Что ж такое? Всё равно мне это, что ли?» А потом и правда стало всё равно. Её только удивляло. Как это она не заметила тот переход, после которого ей стали безразличны собственные годы? Аля думала, что такое безразличие наступает только в старости, а вот оказывается. Впервые она заметила за собой эту странность примерно полгода назад, и даже маме о ней рассказала, хотя и не думала, что её это особенно заинтересует. «Что ты, Алечка?» улыбнулась Инна Геннадьевна. «Наоборот, чем старше, тем важнее становится для женщины возраст. А в 23-то года и без этого есть о чём помнить». Улыбка у неё была мимолетная и привычно рассеянная. Аля только вздохнула, вспомнив ту живость, с которой мама когда-то реагировала на любые её слова и поступки. Готова была спорить, возмущаться, радоваться, да мало ли что ещё. Цитаты воспитательные приводила из классики. И вот всего три года прошло, а ей уже почти безразлично. Если не как живёт, то уж во всяком случае, как относится к жизни её единственная дочь. «Безрадостность – самый безнадёжный омут». Глядя на свою ещё молодую и вполне привлекательную мать, Аля понимала справедливость этой пошло-назидательной мысли. С тех пор, как ушёл отец, Инна Геннадьевна испробовала, кажется, все душевные состояния, которые может испробовать жена, оставленная ещё совсем недавно любившим мужем. От уныния до короткого лихорадочного романа с молодым коллегой-врачом. То и становилось безразлично собственная внешность, и она даже сидеющие светлые волосы переставала подкрашивать свой любимый черничный цвет. То, наоборот, решала, что всё у неё ещё впереди и тратила чуть ли не всю зарплату на какое-нибудь безумно дорогое платье. Но безрадостность стояла в её огромных серых глазах, даже когда она впервые надевала это самое платье. Аля казалось, что выпуклые стёкла маминых очков делают эту безрадостность ещё отчётливее. Аля часто примеряла на себя чужие судьбы. Наверное, так делают все девушки в 23 года. Мерка судьбы была связана ещё и с особым актёрским чувством. Но ни одна судьба ей не подходила, и мамина меньше любой другой. Что угодно, трагедия, отчаяние, боль, только не эта безрадостность. Даже о разрыве с Ильёй, первом и единственном крушении любовной иллюзии, ей легче было думать, чем о страшной жизненной тоске, которой дышала обыденность. Она не хотела обыденности, с самого детства не хотела. Она дорого заплатила за то, чтобы её избежать, и до сих пор боялась её хватких щупалец. Аля давно уже догадалась, что обыденность стоится даже не в однообразной жизни, а только в собственной душе. Стоит ей там поселиться, и всё. Не спасёшься ни в каком житейском празднике. Хоть каждый день пляши на дискотеках, или меняй поклонников и наряды, или читай самые интересные книги, или путешествуй от Северного полюса до Южного. От Северного полюса до Южного. Любое событие надоест тебе ещё раньше, чем произойдёт. А почему? Сам себе не объяснишь. Вот это-то она и чувствовала теперь в маме, и внутренне содрогалась. Безрадостная пустота поселилась в душе её матери после того, как неожиданно и необъяснимо, когда это бывает ожидаемо и объяснимо, оборвалась любовь. И поэтому, думая о собственной любви, которой не было, но которая, может быть, всё-таки будет когда-нибудь, Аля всё отчётливее понимала, что совсем её не ждёт. Всякая любовь проходит, за ушедшую любовь надо платить слишком дорогой ценой, опустошённой душой. И этого она не хотела. Идя по холодной пустынной набережной, Аля думала об этом холодно и спокойно. И не помнила, сколько ей лет. Театр, актёрство, было единственное, что спасало от пустоты наверняка. Это она знала всегда. Самого вообще не думала. Впервые она почувствовала это интуитивно, а потом оказалось, что интуиция её не подвела. В темноте она не сразу заметила, как сначала река подёрнулась крупной рябью, а потом пошёл снег. Через пять минут тяжёлые мокрые хлопья облепили голову, и волосы повисли сосульками. Шапку Аля никогда не носила, да и ноябрь в этом году был какой-то хлипкий, бесснежный и унылый, как эта серая набережная. Ей стало противно и тоскливо, и она прибавила шагу. Ночной клуб Терра Инкогнито был расположен не очень удобно, далеко от метро. Впрочем, неудобства ощущали разве что официантки. Основные посетители в метро всё равно не ездили, даже когда, собираясь как следует оттянуться, приезжали без руля. Впервые услышав название клуба, в котором ей предстояло работать, Аля не сдержала улыбки. «Ты чего?» – удивилась однокурсница Лина Тарас, сосватавшая её на эту работу. «Приличное название, по-моему, ничего звания, по-моему, ничего смешного». «Да нет, я не потому», – объяснила Аля. «Конечно, приличное, но, думаешь, хотя бы половина клиентов понимает, что это такое?» «А зачем им понимать?» – пожала плечами Линка. «А бы деньги платили». Аля знала, что говорила, когда сомневалась в подкованности клиентов Терры в латыни. Год прожив с Ильёй, она не понаслышке знала лучшие московские ночные клубы и рестораны. И хотя за три года открылось множество новых, но суть не изменилась. Поэтому она и понимала. Трудно ожидать, что у нового, никому неизвестного заведения вдруг появятся клиенты из элиты бизнеса или богемы. Ну, будут ходить не слишком крутые бандиты, студенты, да мелкие бизнесмены, не обремененные образованием, и готовые заниматься без разбору всем, что приносит деньги. На таких людей и предстояло работать. Это было неприятно, но Алю не смущало и не пугало. Ее вообще почему-то ничего не испугало за время прошивания. Жизнь менялась почти ежедневно, и поэтому три года казались ей бесконечно долгими. Хотя ведь в юности время вообще течет медленно. Она не могла точно определить ни причины своего странного бесстрашия, ни даже того радоваться ему или печалиться. Это было что-то смутное, так же неясно тревожащее, как забытье собственного возраста, как привычка к душевному холоду, и такое же тоскливое, как ноябрьский мокрый снег на пустынной набережной. Аля не опоздала, но пришла последней. Барманша Ксения, конечно, была уже на месте, и бросила на нее такой пронзительно осуждающий взгляд, который лучше было не замечать, чтобы не испортить себе настроение на весь вечер. И Рита, напарница, уже протирала столы на своей половине пустого зала. «Ритуля, протри мои, а?» попросила Аля. «Промокла, голову надо подсушить, а то рассопливлюсь до завтра». «Сбегай», кивнула Рита. «Все равно мыдлоны не скоро соберутся». Мыдлонами называли клиентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова